Приветствую вас, конечно, немаловажно знать, что за вещество вы приняли, в каких это было обстоятельствах, что вы хотели, когда принимали это вещество. Ну, что вы хотели, я имею ввиду для себя, что вам было нужно, в чем вы на тот момент, например, нуждались, чего вы в тот момент, например, хотели для себя. Вот, это очень важный аспект, потому что вы связываете свои изменения с веществом, да, с приемом вещества. Ну, а я думаю, что дело всё не в веществе, как таковом. Вот. А дело, я думаю, что дело немножко в другом. Дело именно в том, что было у вас, что было у вас в качестве мотива для приема вещества. Вот. Потому что, если бы у вас всё было бы хорошо, да, то я уверен, что никакое бы вещество вы принимать бы не стали. Вот. А так, получается, что вы это вещество приняли, ну, там что вам всего-то хотелось. Вот. На тот момент, на тот момент вам что-то было, что-то было нужно. Вот. Ну, в чем-то, в чем-то вы нуждали. Вот. И, соответственно, сейчас эта проблема, да, она продолжает, на мой взгляд. Давайте вернусь. А, вот. Сейчас. И уже дальше можно будет что-то говорить, да, то есть, вряд ли, после этого уже можно вам что-то рекомендовать будет. Вот. А, значит, значит. Дальше. А вы пишите, что... А, значит, ну... Постоянно задаете себе вопрос. О том, изменился ли я. Вот. А, на мой взгляд, очень важно понять, вследствие чего вы себе такой вопрос вообще задаете. Вот. Что это? Как? Так. У нас здесь выяснилось, что он... вас это стало волновать. А. То есть, это вот, на мой взгляд, а-а-а-а... так, где нужно исследовать. Значит, то, что вы описываете, в том числе, похоже на навязчивые мысли, ну, то есть, механизм навязчивых. Очень похоже. И... Если... Я прав... Я думаю, что, в первую очередь, нужно работать с вашими навязчивыми мыслями, которые у вас вот... Сейчас имеют место быть. Которые вам сейчас. У навязчивых мыслей могут быть... Р... Разные... а-а-а-а-а... Причины? Причины? Вот, у навязчивых мыслей могут быть, как в основе лежать, например, определенные директивы, вот, а директив и императив, то есть, ну, вы можете, например, считать и чувствовать, что вы, допустим, кому-то что-то должны, что вы обязаны, там, и так далее, вот, это, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, могут быть и, собственно, ваши, а какие-то подавленные желания, то есть, ну, вот в основе навязчивости, в основе навязчивости лежит, как правило, именно это. Так, тут вот, что именно, да, что именно в пламе, нужно, конечно, исследовать, вот. Исследовать сейчас очень причинно. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, как это мне видится. Вот. Дальше. Убийстве буквально последний месяц. Я все время спрашиваю себя, ну, как сказал моя коллега, да, совершенно правильно, что последний месяц, особенно на вас, как-то вот, повлияло, то есть, что-то произошло у вас за последний месяц, такого, что привело вас с всякой необходимости задавать себе такие вопросы. Возможно, пошатнулась какая-то ваша мировоззренческая позиция. Возможно, что-то еще произошло. Вот. Ну, на мой взгляд, так или иначе, с этим нужно работать. Вот. Так или иначе. Потому что тут вот, ну, тут по-другому, да, никак, никак. Вот. Ну и, отвечая на ваш вопрос, да, что вам соответственно делать, вот, я думаю, что, чтобы что, да, тут вот, ответьте себе на вопрос, чтобы что вы хотите делать. То есть, если вы хотите, допустим, разобраться в себе, да, то это одно, если вы хотите в себе разобраться. Если вы, соответственно, чего-то другого хотите, вот, то, соответственно, нужно в том числе исследовать то, чего вы хотите. Другого. Вот. Примерно так. Я думаю, вам можно ответить. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы всегда можете задать мне их в личку. Я буду рад вам ответить, буду рад вам помочь. Вот. Если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы здесь сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Помогу бассейный, в следующей неделе. Продолжение следует...